Полис обязательного медицинского страхования является документом, подтверждающим, что его владелец застрахован и имеет полное право на получение бесплатной медицинской помощи, воспользоваться услугами не только центральной городской больницы, но и в любом медицинском учреждении на территории республики и других регионов страны. Специалисты страховой компании Максим говорят о том, что подавая заявление клиента не считают нужным своевременно забрать свой медицинский полис, а не залеживается месяцами, а то и годами. Пропадают год планов. Когда больницы они быстро делают, они ждут, забывают их. И не обучение, не обучение. Во-первых, с тем, что они делали, они не понимают, приходите в оборудование вещества, получайте свои медицинские полисы, делайте дырку, получайте оригиналы. Вот у нас есть специализация по бесплатной осмотру всеми врачами и анти-врачам, с этим полисом любой человек, который имеет наш полис, может в больницу дойти и пройти бесплатный осмотр. Это два этапа. Если человек начинает какие-то прозрения, его уже обслуживает, он начинает обследовать более глубоко. Играннее это сказание болезни. Если у вас какие-то болезни лучше ранее, то дистанциализация. Любой наш человек, который имеет большую помощь, максимум может посоветовать в больницу, кто в районе, 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 в районе. Специалисты также отметили, что временные страховые полюса до истечения 45 дней являются действительными, и по ним можно получить бесплатную медицинскую помощь в государственных лечебных учреждениях. На территории Республики Дагестан с 2018 года начали проводить регистрацию на электронную версию страхового полиса. Электронный полис обязательного медицинского страхования – это документ, которым никто, кроме вас, не может воспользоваться. Похожий полис, как и бумажный носитель. Есть два носителя, получается, бумажный носитель и электронный носитель. Кому какой удобный, получается, да? Он дается в таком белом конверте. В белом конверте бывают пин-код и пук-код. Карту, например, берет человек, им пользуется, а конверт нужен для того, чтобы, если этот человек выйдет за пределы республики или захочет компанию поменять, данные в этом конверте, пин-код и пук-код, они должны продиктовать страховой компании. И вот, например, есть устройство, которое ставится, вот этот полис, и вводится этот пин-код, и можно сделать, например, смену местожительства. А на бумажном носителе надо, как бы, печать ставить, да? А здесь вот, ну, с пин-кодом делать смену местожительства или смена компании. И медучреждение, она должна, как бы, пропускать по теминалу его, если теминал нету, по номеру полису, здесь, как бы, все указано. И, как бы, здесь делается фотография, у нас есть вот камера, мы онлайн фотографируем человека. И есть маршетка, в котором расписывается человек, и вот индивидуальная подпись. И, ну, сроки, вот, сперва делается временный, послевременно, через 45 дней получает шаг. Пожелание, какое-то разное, можно получить такой полис. Инспектор первого уровня страховой компании Макс М. Арсан Шахалеев отметил, что страховой медицинский полис является важным документом для гражданина Российской Федерации, и его необходимо иметь при себе в момент посещения медицинского учреждения для получения бесплатной медицинской помощи. Бурлея Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».